Отчетный период. В налоговых инспекциях Чувашии начались неоткрытых дверей. Все желающие могут получить бесплатные консультации по заполнению налоговой декларации. В этом году индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и тем, кто в прошлом году продавал недвижимость, отчитаться нужно будет не позднее 3 мая. На приеме побывала и моя коллега Галина Титарчук. Декларационная кампания по доходам граждан за 2017 год в самом разгаре. Чуть больше месяца остается до ее окончания. Поэтому посетителей в налоговых инспекциях вдвое больше обычного. Наплыв большой, а в этой части по уровню декларационной кампании. В прошлом году у нас посетили где-то 2000 налогоплательщиков и они представили нам 1500 деклараций. Большинство у нас на сегодняшний день вычета, это имущественные вычета от реализации непосредственно квартир, от покупки, имейте в виду, а также от лечения, от обучения. Николай Сильванов как раз и заполняет налоговый вычет за обучение сына. Старается приходить сюда именно в дни открытых дверей. Пришел, получил налоговый вычет за обучение сына. 13% возвращают за оплату обучения. Прихожу и каждый год мне здесь помогают, подсказывают очень хорошо. Специалисты налоговых органов перешли на особый режим работы, принимая желающих отчитаться с 9 утра до 8 вечера. Каждому помогают правильно заполнить и распечатать налоговую декларацию. Кроме этого, здесь же можно проверить свою задолженность и подключиться к сервису ФНС России, личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет физического лица полезен тем, что там можно получить актуальную информацию в части своего имущества объекта, в части недоимки, задолженности, в части суммы уплаченных и неуплаченных платежей получить можно фактически. Есть возможность распечатывать 3НДФЛ, заполнять, во-первых, потом распечатывать 3НДФЛ декларации, и еще можно в электронный витя его сразу на уборку направлять. Кто не успел посетить дни открытых дверей 23 и 24 марта, могут сделать это 23 и 24 апреля. Сотрудники ФНС напоминают, что уплаченные вовремя налоги – гарантия хорошего самочувствия. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.